и мои вчерашние труды на этом участке уму мукалась я вчера это кстати тоже своего рода живой забор вот это можжевельник вот этот вот можжевельник были такие дохлятинки покупали их вот набор такой был где-то сантиметров наверное ну максимум 15 вот здесь вот этот вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять и десятый там около елок еще там не защищала вот а между ними я посадила ветки тоже которые укореняла где-то вот уже не знаю что это такое вот какое-то интересное растение вроде на хвойник не похоже выглядит как хвойник но у него иглочки мягкие такой интересный это золотая туя тоже была в наборе а это елочка я забыла как она называется но и есть короче свое название не молодышечки появились короче вот эти вот можжевельники были такие дохлятины когда они жили у меня в другом месте ну типа с детского садика там посадил их притычку чтобы укоренились то место видны мне очень понравилось когда пересадили сюда красавцы это посадили сестра говорит но они были такие обглодыши может быть даже где-то я сейчас увижу где-то обглоду есть осталось ну вот там вот в принципе видно вот она говорит ой типа не для нашего климата будут такие лысые обглодыши ну чё ну какие будут такие будут убивать их точно не буду дадим им шанс ну короче красавчики шансом воспользовались вот это еще более не так высылатенькие ну и то может из-за того что на него от больших туй тень упадает о кто-то несется кто там несется любит он побегать марсюшка иди бегом 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 давай давай беги сюда несись ну блин у нас сегодня холодно ветер марсюшка вот тоже надо чем-то наверное будет посыпать помочь и потом со временем хотела когда подрастут высоко буду их делать из них забор живой классических красный тюрпан вот с ними вообще никаких заморочек нет объявила я войну сырнка сейчас как на самая пора за порядок в этом цветнички маленечки около бани а у нас еще вот какой красавчик распустился тюльпанчик на ваш суд представляю данный экземпляр какой интересный специально так подробно снимаю чтобы вы разглядели до конца еще не распустился прохладненько у нас такой вот интересный тюльпанчик вот тоже интересный тюльпанчик но это не чисто классический красный если вот сравнить он отличается чем-то даже на маг похож ну и вот такой вот интересный там не скучно обычные тюльпаны одно время где-то лет пять назад прям молел от разных и сейчас у меня началась битва с сорняками здесь такая но даже не знаю цветничок не цветничок так что-то стихийное просто воткнулась сюда вязались для того чтобы он капустный короб закрывал ну а потом пошло и поехала нарциссы сюда всунула еще того сего а тут вообще я конечно чудо чудное лук воткнула с этой стороны здесь тоже лук семейный воткнула полками перегородила чтобы муж не спасел вот еще там какие-то у меня цветочки не помню как они называются я их честно говоря с работы приперла у нас там на такая промзона вот и может быть кто-то что-то когда-то сажал там есть рассказала что они очень плохо приживаются ну вот у меня из трех кустиков два прижились так что неплохо считаю вот и забудки оставила пусть нас радует вот офисалис это вот такие вот вот они вот так вот и разрастаются корневой системой я помню тогда а это вообще сухоцветы потом покажу такими фонариками красно-оранжевыми вот я у бабки тогда попросила ну купил у нее я говорю можно вот вы мне можете такие вот продать она да я тебе принесу бесплатно я говорю не не надо мне бесплатно и мы с ней договорились через недельку она мне притащила на рынок я у нее купила и хорошо и мне хорошо и обеспечила на рынок что это все Продолжение следует...